Ребята, я не смогла удержаться, у меня хлебопечка работает, гудит, мешает тесто, но я все равно сняла телефон и показываю, как вот ребята спят, вот так, смотрите на вот эти вот, как он, лапками, хвостом, то есть он все слышит, но при этом дремает, если хвост двигается, значит он еще с нами, он не в тяжелом, не в, не, в тяжелом не то слово, не в этом, не в глубоком сне, а бодрствует, потому что глазки он то при закроет, но вот так, на бочок, да Степа? Степа, ой, я не могу, короче ребята, у меня полно, полно работы, но я, скажем так, отвлеклась и показываю вам, что делается у меня с почеревком, обратите внимание, Когда выжавился жир, его там не было уже, но остатки я, скажем так, слила немножечко, чтобы жир у меня не варился вместе с пивом, добавила в пиво чеснок, специи, то есть соль, перец, чеснок, паприку, Залила вот эту, значит, обжаренное сало, залила пивом, и теперь я его буду тушить до тех пор, пока вот эта вот вся жидкость не испарится, ну хотя бы наполовину, Потому что я его только что ножичком тыкала, ему еще нужно, ну, с минут, может быть, десять еще потушиться, потом я снова это пиво солью и обжарю еще, вот эту красоту еще раз обжарю, на этом будет все. И корка моя тоже доготавливается, но уже без крышки, чтобы жидкость с помидоров вытушилась, выпарилась, вот, а хлебопечка очень долго мешает, поэтому сейчас я включусь, покажу еще, что я буду делать с рыбкой, вот, ну, думаю, на этом все, хотя не факт, есть еще в планах, но посмотрим по состоянию, Если я не сильно устану, то я еще одно блюдо сделаю, если сильно устану, то полежу, потом снова сделаю, ребят, вот такая судьба у нас, у девчонок, но я это делаю с удовольствием, потому что, потому что люблю это дело, вот так, все, ребятки, до заустричи, скоро будем снимать следующее видео. Хлебопечка прекратила свою работу, и мы с вами занимаемся рыбкой, которую я засолю в одном пакете и ставриду, и селедку, то есть специи будут одинаковые, вкус рыбы, ну, скажем так, для меня, что скумбрия, что селедка, лишь бы они были вкусные, соленые, свежие, и на этом все. Поэтому я беру сначала маленькие пакеты, на дно я сыплю ложку соли, без горки, выкладываю туда рыбку, войдет, и селедочку, и ставридку, это не скумбрия, ставридка, хотя, я думаю, это скумбрия, но Витя говорит, не-не-не, Лена, ставридка. Потом посыпаю еще раз также солью, буквально ложечку сверху, ложечку снизу, без вот этого кубика соли, перчу, добавляю еще пару горошин перчика, перец должен сделать свою работу, буквально штучки 4 у меня упало туда. Вот, лавровый листик, пополам сломаю, полью подсолнечным маслом, где-то не полная столовая ложка, может и ложка, скажем так, не промеряюсь. У меня есть кориандр в горошке, такую, скажем, полжменьки кориандра, еще чуть-чуть хочу, чуть-чуть. Все, запеленаем нашу рыбку в этот пакет, желательно, чтобы хвостик не прорвал его, но это не так страшно. Перемешаю вот так содержимое, рыбки попереворачиваю, другой половинкой поставлю, положу рыбку, положу другой половинкой не сверху, где была соль, а снизу, то есть вот так. Пускай она себя обволакивает маслечко, кориандр, лавровый листик, перец горошком, перец рассыпчатый. И ложу теперь эту всю красоту во второй пакет и ложу в холодильник на два дня. И рыба получается почти в собственном соку. Кто-то добавляет сахар, я не буду, думаю, что рыба все равно лишней соли не возьмет, а сахар постольку-постольку. Еще раз перемешаем, так вот, чтобы оно обволокло друг другу. И убираем. Если вы помните, я вчера делала засолку сухой рыбы на сушку. У меня там стоит один судочек. Мы вот эту красоту ложим сверху на тот судочек, где у меня на сушку рыба. Вот, и таким образом все вмещается в холодильник. В холодильник у меня трансформер, там вмещается все. Главное, уметь ловко распределить все содержимое. Вот таким образом. Так, все, значит, икра у меня готова. Сироп очередной на варенье закипает. Я занимаюсь и вареньем, и, в общем, все-все до кучки. Но я сделаю не один ролик, а несколько, потому что один ролик больше часа, это, ну, никуда не годится. Все понимаю, ваше терпение, тоже понимаю, что вы не роботы смотреть все и сразу. Вот, на этом, я думаю, пока все. Сейчас я перемою посуду, поприбираюсь. И я думаю, сейчас еще одно блюдо мы с вами сделаем. И на этом я закончу сегодняшнюю работу. Потом буду монтировать. Все, ребятки, не скучайте, я скоро. Ребятки, я здорово устала, и поэтому у нас сегодня, наверное, думаю, все. Потому что еще в планах были чебуреки с творогом. И что? И что? И, наверное, все. А, и сироп. Сироп я сварила абрикосовый, но я его оставляю консервировать на завтра, потому что что-то я уже с ног падаю. А мне еще надо немножко отдохнуть и отварить овощи завтра на окрошку. Ну, в общем, ну, знаете как? Дело, скажем так, спорится, одно за другое цепляется. И понимаю, что, ну, может быть, чебуреки на завтра оставлю, не знаю. Хочется сделать все, чтобы завтра уже были мы свободные с Витей, и нам нужно съездить и туда, и туда, и туда. Ну, в общем, вот так. Себя сама запрягаю в дело и понимаю, что и отдыхать надо. Вот так. Загружаю, загружаю. И сама себе говорю, стоп, а оно не получается. Все. Показываю почеревочек, который у нас получился. Я не буду трогать руками, потому что жирные будут руки, и камеру не хочется потом трогать. Вот такие вот красивые кусочки. Обжаристые, вкусные. С запахом... Ну, тут пиво выдохлось, скажем так. А запах вот этого хмеля и горчинка пивная осталось. Вот. И, значит, два кусочка вот эти я оставлю. Остальное заверну в пакетики и уберу в морозилку. И по ходу подъедания, скажем так, я буду доставать другие кусочки. И будем кушать. С хлебушком, с помидоркой и так далее. Вот это моя красивенная икра кабачковая. Целый судочек получился. У меня есть крышечка от него. О, сейчас я ее найду. Накрываю, убираю в холодильник. Все. И вот это мое варенье. Вот это мое варенье. Я, получается, два раза залила сиропом. Я эти самые абрикосы у меня не кипели ни разу. Кипел только сироп. И кипящим сиропом я заливала два раза. На третий я посчитала, что достаточно, потому что уже у меня абрикосы стали... Вот они, половиночками, долечками. И они уже стали, скажем так, разваливаться некоторые. Поэтому я остановилась. И решила, что два раза сироп свалить достаточно. Целая кастрюля получилась у меня еще сиропа 4-х литровая. Я ее закрою завтра, но уже отдельно от варенья. Все. На этом все. Буду заканчивать. Сейчас протру полы. Поставлю еще на окрошку вариться яйца, картошку. Мясо у меня уже отварено в бульоне. Завтра будем делать окрошку. И, наверное, чебуреки тоже завтра, потому что нет сил. Вот так вот, ребят, все. Буду прощаться, буду монтировать. И до завтра всех. Всех, всех, всех. Я желаю еще раз видеть у себя на канале. Пишите комментарии, ставьте лайки, подтягивайтесь к нам на канал. Сегодня только кухня, завтра будет веселее. Все, пока-пока. Всегда с вами Лена, Витя и Погода в доме.